Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас заказ Фоберлик по второму каталогу. Просто неподъемная коробка, я ее даже не подъебу. Много новинок, много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Заказ, как всегда, на 50 баллов. Сейчас будем вместе с вами вскрывать. Будет еще один заказ. Стараюсь делать на 100 баллов суммарно. Вот так у нас упаковывают. И вот так вот здесь все положено, наложено. Итак, поехали. Как всегда, у меня много детских салфеток, потому что люблю их. Для меня они самые лучшие. 10 штук я взяла. Раз, два. В запас. Чтобы было, потому что сейчас вот кончился каталог первый, коснулось, и мне вот чуть-чуть, на несколько дней не хватило салфеток. Пришлось покупать в магазине. А там такая ядреная душка, а там такое качество. Поэтому не, не люблю, не хочу. Пусть у меня лучше будут в запасе вот эти. Так, артикул салфеток у нас с вами 17,98. Здесь 50 штук. Я вам уже много раз говорила, что они классные. Они мне во всем устраивают. Они хорошо пропитаны. Вот купила сейчас салфетки, причем не бюджетные. Не буду говорить какие. Они так плохо пропитаны. Такая ткань какая-то грубая. А здесь ткань мягенькая. Она хорошо тянется. Достаточно большие. И одушка мне в этой серии безумно нравится. Ну, Господи, что тут у меня такое большое? Не подними. Прям огромные. Я же ничего, думаю, такого не заказывала. Потому что серий дом. Знаете, что это? Это вот такая тяжеленная упаковка корма. А что это там пересыпается? Он же у нас с вами влажный. Что-то я не поняла. В прошлом заказе мы с вами заказывали корм в упаковке 5 штучек. Коту безумно понравился. Состав с вами разобрали. Состав хороший. Все нормально. Брала с кроликом. В этот раз взяла лакомая индейка. Такая огромная упаковка. А почему там гремит? Такое ощущение, что это не мокрый корм, а сухой. Давайте вместе вскрывать. Но это прям гремит. Так, куда Света делала ножницы. Скотчем еще коробка перемотана. Сейчас артикул вам сразу скажу. 162,09. Здесь 25 штук. Масса 2 килограмма. 85 грамм. 24 штуки. По 85 грамм. Так, смотрим. Я что-то не поняла, что так гремит у нас. А, это они просто между собой так гремят. А такое ощущение? От ощущения, правда, что как будто он сухой. Смотрите, какая огромная упаковка. Она тяжелее. Здесь 85 грамм. Я забыла равить сравнение, посмотреть, сколько вискосе. Но мне кажется, здесь прям больше. Потому что у меня вот этой вот пачки коту хватает на 3 раза. То есть, в принципе, на день. Не, ну я его еще подкармливаю, моему мало. Он прожорливый у нас такой котик, хотя худенький. Срок годности до 28, 10, 23. Как бы все нормально. После вскрытия хранить в холодильнике. Кору я вам уже показывала, но еще во влогах повторю. Вот этот обязательно посмотрим с вами, как будет есть его. Кролик, он прям вообще вырвал и металл. Выпрашивал целыми днями. Когда он закончился, у кота началась депрессия. В общем, здесь 24 штуки. Хватит на долго. Поехали дальше. Два средства для мытья посуды. Одно себе, одна подружки. Она оценила. Очень понравилась. Хотя она повар. И средства для мытья посуды она толк знает. Как бы. Она посуду ежедневно моет много. Очень много. И она сказала, что вот это вот самое лучшее. Так, для меня вот это вот, которое с пометочкой 0+. У меня тоже закончилось. Прям вот вообще. Надо в запас всегда бутылочку иметь. Лимон и мята. Я не помню. По-моему, я брала его уже. Девчонки, я забыла. Артикул 393. Вот не помню. Лимон и мята я брала или нет? Не, наверное, не брала. Себе не брала. Прям лимончик и мята очень приятненькие. И хорошо, что 0+, потому что я и Крестюшки, и соски мою с этим средством. И бутылочки. Все как бы. Оно у нас единое. А второе. Вот как раз... А, тоже с 0+, слушайте. Содаэффект. А я почему-то не видела, когда заказывала вот этой пометки на этой бутылочке. Здесь свежий лайм. Свежий лайм я точно брала. Артикул 397. Ага, свеженький лайм. Классно. Еще и содаэффект. Тоже уже не один год покупаю только средства Фаберлик. У меня никаких нареканий нет. Я не люблю средства для у тебя посуды. Поэтому да. Так, давайте теперь разбавим новиночкой. Я пока взяла, девчонки, одно средство из этой серии. Как она у нас правильно называется? Мужская серия. В общем, где гели для душа у нас с вами и шампуни. Я взяла. Мне очень было интересно, потому что это у нас старое. Страсть. Кстати, перевода на бутылки нигде нет. Passion. Passion. Как девчонки провернуть что-то? С этим словом в английском я не знакома. В общем, это страсть. Артикул 2775. Мне очень было интересно, как пахнет страсть. Бутылка пластиковая, как бы обычная. Крышечка тоже пластиковая, но сделана достаточно сильно. Стильно, да? Под бутылочку такую. С виски? Не знаю. Так. Ой, а хорошо пахнет страсть. Это и гель для душа у нас с вами шампунь получается. Два в одном. Ой, как вкусно. А цвет? Цвет такой персиковый. Гелеобразная текстура, и он такой персиковый. То есть прозрачная текстура, да? Будем в следующем видео с вами пробовать. Я буду пробовать на себе. Мне интересно. Девчонки писали, ждут отзыв на шампунь против перхоти. Да, у меня уже бывает перхоти. И в следующем заказе в этом каталоге обязательно я еще возьму против перхоти. Сейчас не стала брать, потому что мне нужен был балл, и я не хотела, чтобы у меня сработала акция. Поэтому я взяла пока один. И в следующем заказе обязательно возьму от перхоти. Мы с вами тоже. Ну, он протестирует. Это, конечно, не дело одного дня. И посмотрим, как. Потому что, допустим, серия на усно у него вызывала еще большее количество перхоти. Б-8. А, 88-48, наверное. Это высота пиков. Пиков девчонки писали в комментариях. В общем, интересная серия. Вот этот запах обалденный. Я даже вам не знаю, с чем сравнить. Ну, здесь есть мужской отголосок, но он настолько приятный и парфюмерный. И свежесть, и терпкость. Но нет каких-то грубых таких вот нот, шипровых. Он классный. Он очень здорово пахнет, девчонки. Я бы вот с таким ароматом даже парфюм бы с удовольствием на своем мужчине бы ощутила. Классно пахнет, действительно здорово. Будем пробовать, будем тестировать. Так, дальше. Заказала мыло. Вот такой вот свой любимый аромат. Лаймовый сорбет. Да. Артикул 27-43. Мне очень нравится, потому что аромат такой свеженький. Лаймовый, действительно. Не слащавый никакой. Очень люблю. Мыло нравится. И вот взяла себе такую вот упаковочку в запас. Разливать буду по бутылкам. Я один раз разолью, потом новенькие закажу. Так, здесь у меня, девчонки, два геля для душа. Опять мелькнул в каталоге, но он, наверное, был на складе. Офиерик Эмансуэль. Это парфюмированные гели для душа. И про Эмансуэль мы с вами уже долго разговаривали, рассуждали и сожалели, потому что этот парфюм сняли с производства. Он один из самых достойных фаберлик, по моему мнению, точно. Поэтому увидела и, конечно, взяла. Офиерик Сенсуэль розовенький, да, этот аромат нравится учительнице Ксюше, поэтому я решила сделать вот такой маленький презент ей, ну, допустим, на 14 февраля, на самый ближайший праздник. Да, Сенсуэль у нас с вами код 8120 и Эмансуэль код 8412. Эмансуэль – это шоколад, это ванилька. И в то же время у меня сейчас пахнет только вот мужским парфюмом. Я уже забыла этот аромат. Но вот розовый, он более слащавый. Здесь есть и какие-то фруктовые нотки в оранжевом. Он сладенький, но в то же время в нем есть какая-то свежесть, потому что я сильно сладкий не люблю. Я флакон 50 мл вот этих духов израсходовала вообще, наверное, месяца за полтора. У меня такого никогда не было ни с одним парфюмом. Он классный. А вот этот он более сладкий. Он более сладкий. Здесь прямо вот ваниль, она чувствуется. Он такой сладенький. Мне вот Эмансуэль нравится гораздо больше. Я прямо его очень сильно любила. Если бы сейчас этот парфюм вернули, я бы его себе купила обязательно. Так, дальше. У меня здесь три средства из серии Beauty Lab. Это мы взяли на подарок нашему крестному, крестному крестюшке. Вот такой вот мыльца. Оно черное вроде, как я видела на сайте. 26-40. Потом. У него есть борода. Мы взяли ему смягчающие эликсиры для бороды. Ну так, знаете, со смехом. Не знаю, может быть, оценят. Маленький тюбик, я думала, будет больше. Я потом у него обязательно спрошу, насколько работает вот эта вот штука. И третий продукт, я вам не сказала, код 26-41 смягчающий для бороды. Шампунь-бальзам из этой же серии. Barber Lab. Я у меня Beauty Lab сказала. Мне эта серия не сильно напоминает мужскую. Я вам уже говорила, она довольно слащавая. Интересная, ненавязчивая. То есть тоже агрессивных нот никаких нет. Шифровых и так далее. Запах классный, запах приятный очень. Поэтому вот это такой вот мини-презент. Так, дальше. Я взяла себе девчонки Энзи Пауэр. Бат очередной Фаберлик. Вот так он выглядит. Я почитала отзывы в приложении на сайте. И столкнулась с большим количеством отзывов, что вот этот Бат пропивали после удаления желчного. Поэтому я решила, что мне это тоже надо. Он у нас с вами нормализует работу ЖКТ, желудочно-кишечного тракта и всех органов, соответственно. Кто-то писал, назначили Крион. А я вместо Криона начала пить. Ну, все знают, что такое Крион, Мизин, да, вот эти вот ферменты все. Энзи Пауэр. И как бы и всё отлично. Чувствую себя прекрасно. Две порции в день во время приёма пищи или сразу после него запивая стаканом воды. Вот так. Интересно. Я ещё этот Бат Фаберлик не пила. Вы просили, кстати, срок свежий. До 24 года. Артикул 157.33. Вы просили видео по БАДам. Я их, конечно, пробовала не все. Но я вам обязательно его сниму и расскажу. Таблетки. Это у нас уже с вами не капсулы, а таблетки. Дрожжай пахнет. Ничего такого неприятного нет. Микрокристаллическая целлюлоза, яблочневая клетчатка, порошок папайи, порошок ананаса, панкреатин. О, здесь есть. То есть в составе есть лекарство. Да, панкреатин. Амилаза, липаза, протеаза. В скобках. Порошок куркумы. Вот куркума, кстати, вещь классная. У меня она есть. И говорят, её надо употреблять ежедневно. Экстракт артишока. Тоже полезная штука. Стреат кальция. Кремнидиоксид. Всё. Ну что, буду пить. Буду пить, буду вам рассказывать, потом делиться, что произошло. Сейчас как раз пойду сдавать анализы скоро. Посмотрим. Так, дальше. Что-то у нас тут в отдельной пакетике. А, соль. Продукты у нас всегда кладут в отдельный пакет. Я заказала обычную соль. Приправ у меня огромное количество. Я заказала правильную уэльскую соль. Здесь я написал каких-либо добавок. Так, артикул её 161-46. Я когда первый раз её купила, мне пища показалась совсем не солёной. Вот прямо от слова совсем. Но потом вроде привыкаешь, и всё нормально. Соли много есть вредно. Хотя кто-то в комментариях тоже написал, женщина, что не надо занижать количество соли в организме, потому что она играет очень важную роль. Никто не занижает, да, в обычных продуктах, в фруктах, и даже в фруктах, в овощах. А уж тем более, кто ест там колбасу и так далее, в о соли. Чтобы мы ещё сильно солили себе там салаты, картошку, макароны и так далее. Поэтому я не против занижать количество соли. И она здесь с пониженным содержанием натрия, да. Конечно, в идеале можно ставить кровь на электролиты, так называется этот анализ, посмотреть содержание натрия у себя в организме, да. Но я думаю, нам его и так в повседневной жизни не хватает. Так, девчонки, взяла себе вот такой вот комплекс. Это у нас Global Oxygen. Я очень люблю эту линейку. Сейчас я вам правильно разверну. Вот так. И у меня как-то все очищающие средства закончились. И я повторила, я её уже брала. Пенку. Где вот? А, кислородная пенка для очищения лица. Вот как правильно. Артикул 5807. Я её уже брала. Она вообще великолепная, девчонки. Она не только вот очищающую функцию выполняет, она ещё и круто как-то ухаживает за лицом. Мне всё, мне понравилось. Я её прям полюбила. И решила повторить, пока новинок у нас таких в уходе нету. Взяла то, что действительно нравится. Она огромная, её хватает надолго. До завтра у меня не ломался. Всё с ним нормально. Поэтому так. В следующей серии, в следующей серии, в следующем видео, девчонки, с вами вместе её ещё попробуем. А вот этот продукт я беру впервые. Кислородный энергетический бустер. Очень интересный продукт, который на лице превращается в тоник. Якобы должен превращаться. Мы с вами его обязательно попробуем. То есть как раз это второй шаг у нас после пенки. 57,99 артикул. И он внешне вроде выглядит как пенка, только меньше. Такой маленький баллончик. И дозатор такой же. Мы сейчас с вами попробуем. Встряхивать не надо. Способ применения. Встряхните перед использованием. С помощью дозатора выдавите небольшое количество средств мягкими похлопающими движениями. Распределите по коже до полного впитывания. Другой способ. Выдавить необходимое количество на ватный диск. И протереть им лицо. О, как. Встряхивать всё-таки надо. Давайте попробуем. Ой, жиденько. Жиденько, девчонки. Такая пена жиденькая. А сейчас течёт. Распределяем пену до полного впитывания. Мне кажется, вот такого одного маленького нажатия на всё лицо достаточно. Пахнет классно. Но не так, как пенка. Тут какой-то спирт чувствую прям. Вот сразу в нос начал бить серьёзно. Состав вода. На втором месте, блин, девчонки, я слепну. Диметикон. Это не спирт, кто знает. Я не разбираюсь. На третьем диметикон другой вид. Метил. Метил пропанадиол. Вот это что-то, мне кажется, ну не знаю, мне в нос спиртом ударило. Энергетический бустер. Может, я ошибаюсь. Липкости практически нет. Впиталась. И кожа какая? Кожа увлажнённая. Ой, разглаженная. Слушайте, вот две руки прям отличаются. Я думаю, вы этого на видео не увидите. Вот это прям поглажу. То есть вот эти даже морщинки, которые есть на руках, они разгладились. Слушайте, классно. Всё, липкости никакой нет. Кожа гладкая, никакой жирности. Как бы она матированная. Всё нормально. Но если эта рука сухая, это прям вот увлажнённая. Слушайте, классно. Будем тестировать с вами обязательно лице. Поехали дальше. Из новинок взяла вот таких три бурлящих шарика. Это у нас с вами Сторода Амора. Там вышел гель для душа, который я тоже взяла. Шарики и интинка. Интинку брать не стала, потому что пользуюсь серией Бэби. Очень её люблю, не хочу другую. 27-18 артикул. И называется он у нас с вами клубника какая-то. Какая-то клубника. И это клубника. Это вкусная, сладкая клубника. Хемотная. Натурально клубникой здесь не пахнет. Я бы даже сказала, это что-то среднее между клубникой и вишней. Вот так они выглядят. Здесь такие вкрапления. Стандартные такие шарики. У Фуберлик, да? Что новогодние, что эти камеры почему-то вам выбеливают. Они поярче на самом деле. Взяла дочери. Пахнет вкусненько. Махимозненько. Так, поехали дальше. Повторила покупку. Взяла из Кёрли Айкон гель для усиления завитка, потому что мне очень понравилось с ним делать укладку. Артикул 0998. Он классный, он крутой. Кто не видел, во влоках я показывала, как делала укладку вместе с ним и как она выглядит. Классная штука. Поэтому повторила. Повторила. Так, дальше. Что я взяла себе? А что я взяла себе по Фуберлик Лайк? Кто знает, девчонки? Так, это у меня что? Что-то из того, что я вам уже сказала, я взяла по Фуберлик Лайк. А что, не помню. В общем, какой-то продукт. Один я взяла по ВИП-программе. Это стиральный порошок Гринли. Решила взять его, повторить, потому что давно не брала. Для белых и светлых тканей. Я всегда стираю все ткани порошком для белых и светлых. Будь то Гринли, будь то серия ДО. Артикул 118-91. И он, в принципе, очень похож на порошок из серии ДО. И практически ничем не отличается. Поэтому я его люблю. Но он уже дешевле не бывает, чем серия ДО. Поэтому, а по ВИП-программе выходит 240 рублей, по-моему, в общем, или по лайку. Вот этой штукой, это типа ложечка. Я не пользуюсь, это неудобно. Я беру ложечку стандартную от порошка Фуберлик. Хотя там и промерено все, но это все равно крайне неудобно. Он у нас вот так в пакетике. Если, кстати, контейнер для порошка красивой, сказала, потом во влогах покажу. Вот. И он у нас как бы для стирки в жесткой воде. Она, наверное, у всех сейчас жесткая. В общем, обновлю свои впечатления. Давно не брала. Буду стирать пока и не. Так, дальше. Я взяла гель-спрей для полости рта с пребиотиками. Вот такой. Повторяю покупку. Это Фуберлик Эксперт Фарма, где у нас с вами не только косметика, но и косметевтика. Здесь есть лечебные свойства практически у всех средств. Артикул 1698. Он мне очень нравится. Чем? Ну, неприятный запах изо рта. Это все понятно. Увлажнение слизистых, оздоровление, микрофлора. Вот именно это меня как бы и подкупило. И пользуемся всей семьей, как бы и нравится. Он сильно мятный. Он прям сильно мятный. Кто не любит, он очень сильно мятный. Струя такая прям насыщенная. И поджигает даже слизистую. Вот этой вот ментоловостью, наверное, больше, а не мятностью. Что ж я взяла-то по лайкам Федерлик? Ну, девчонки вообще. Я, кстати, заказала, в этот раз мне по ВИП-программе были доступны бизнес-аксессуары. Я заказала себе классный органайзер для бумаг. Правда, он красного цвета, не туда, не сюда, но все-таки заказала. Хотела Ксюше туда. Тетрадки можно поставить по размерам, посмотрела. В общем, это будет удобно, компактно и красиво на столе. Представляете, что через два дня мне приходит сообщение, что его нет на складе. Не придет. Придет другой бизнес-аксессуар. Если бы я знала, я бы, конечно, другой выбрала. И причем бизнес-аксессуар мне сразу вставили на доставку на 24 число. Вот так. Дальше. Девчонки, новинка из серии блокбастер. Это у нас с вами гель для душа. Взяла мужу вот такой вот. Потому что аромат парфюма ничего такой. 27-14 артикул. Артикул, он у нас с вами запаянный и неоткрываемый. Слышали, как чепокнуло? Непрозрачный, такой какой-то серенький, перламутрово-серенький. С черным, что ли? Ага. С черными какими-то вкраплениями. Мелкими-мелкими. Как будто, вот знаете, с углем. Ага. Правда, черный-черный. Мелкий-мелкий мусор. Ну, не мусор. Пахнет классно. Серия такая, ничего. Ну, по аромату. Ну, парфюм такой я бы мужу не взяла. Ей для душа побаловаться можно. Какие-то черные вкрапления, девчонки. Тут написано это. А, это масло черного тмина, наверное, слушайте. В составе смягчит и придаст в тонус кожу, а его аромат напомнит любимый парфюм. Что еще нужно для звезды? Это, наверное, масло черного тмина, получается. Оно с такими вот черненькими вкраплениями. Камера не придаст. Они настолько мелкие, что я вот даже глазом еле разглядываю. Но если приобретете, увидите. Так, и вот из Стора Дамор еще гель для душа. Вот эта вот клубника тоже, как и в прошлом году, она у нас такая, как лаковая, такая перламутровая, да, красиво. Красиво на подарочек, красиво. Артикул 2698. И здесь аромат более клубничный, чем у шариков. Клубника со сливками. Было у нас что-то тоже клубника со сливками? Клубника со сливками. Вот у меня такая ассоциация. Вкусненько. Очень даже неплохо. Хорошо, что не малина. На этом спасибо. Так, дальше. Ой, девчонки, новые пробники, конечно же, есть. Конечно же, есть. Мы все с вами ждем этот каталог третий и пробники новые есть. Будем сейчас с вами все тестировать. Кто, кстати, не зарегистрирован, Фоберлик, ссылка всегда под видео. Проходите, будем общаться. У нас тут подарочек будет прикольненький, такой Лисар. Вот. Но это еще не все. У нас еще с вами две новых помады же. Смотрела уже у випов отзывы на эти помады и они совершенно разные и негативные больше. Ну вот мне, по крайней мере, встречались. У меня идея какая главная? Понять, это лак для губ, который недавно сняли с производства Фоберликовский или нет. Жидкая глянцевая помада в артикуле 409-56. По-моему, розовый, если я не ошибаюсь, какой-то. Ну, в общем, по артикулу, девчонки, смотрите, я не помню оттенок. Мы можем с вами, конечно, открыть сейчас каталог и поискать. Нашла страничку. Так, 409-56. Это у нас с вами идеальный розовый. И второй оттеночек у меня красный, 409-60. Это сочный ягодный. Сейчас посмотрим заодно. Похож с каталога мыли нет. Я терпеть не могу. Ну, не терпеть не могу, но я не люблю глянцевые помады вот такие вот особенно. Но что не сделаешь ради вас. Этикетка очень неудобно приклеена. Так, сначала светлый с вами оттенок. Сейчас будем наносить, тестировать. Девчонки, випы говорили, что ему нужно схватиться. Ему нужно схватиться и губу, а в губу, как мы с вами любим, так не делать. Да? Поэтому сейчас посмотрим. Ну, какой-то оттенок растекается. Вот про персиковый или коралловый, девчонки, я слышала, что он растекается. Я очень хотела его персиковый нюк, потому что мне такие освежающие оттенки нравятся. Но говорили, что он с плохой пигментацией, плешеет и совсем жидкий. Поэтому поэтому не знаю. Будем думать. Я вам обязательно просвочу при естественном освещении еще так. Погнали. Кисточка вот такая вот. Сейчас второе положу. Чуть-чуть изогнутая. Такая пыльная роза. Вроде как. Пока. Не сильно сейчас отличается от моих губ, я взяла зеркало посмотреть, как цветы передачи. Наносится хорошо. По поводу запаха согласна тоже с некоторыми блогерами. Запах советской помады. А я буду носить и в следующем видео вам обязательно расскажу, течет или нет оба оттенка. Ну, сочненько. Я не люблю. Я люблю, когда матово. Своч при искусственном освещении один раз. Вот так. Можно нанести не сильно много, допустим, да, кто как любит. На губах яркие очень оттенки. Я думаю, в этой линейке именно нюда, как мы с вами привыкли его понимать, мы не найдем. И зеркало не найдем. Найдем. Это завал. Это я выехала. А, я так сделала. Но ничего не случилось. Все на месте. Такая скользкая, но не липкая. Не как блеск. Такой липкости, как у блеска, нет. Пока за контур не выезжает. Хотя вот тут в уголке уже поплыла. Цветопередача, в принципе, вот сейчас даже при естественном освещении вам передает правильно. И свочи и губы. А с каталогом? Нет, не похоже. пробнички новинки парфюмерии, которые нам Мирья Мозерли будет представлять в следующем каталоге, да? Так, почему-то у меня тут артикул на короткий один. Все четыре пробника я взяла. По 25 рублей по ВИК-программе. В этот раз я вспомнила, что я, оказывается, могу пробники брать подешевле. Итак, давайте начнем. Ой, девчонки. Здесь написан код и название не по-русски, по-турецки, судя по всему. Первый у нас будет вот этот красный. Зархат Эль Сахра. Зархат Эль Сахра. Вот этот красненький. Артикул пробника 340-23. Интересно. Роза, роза не люблю. Гранаты, какое-то дерево. Роза. Прям роза. Но он интересный, слушайте. Что-то напоминает Фаберлик. Однозначно. Кто брал пробники, девчонки, напишите, вам напоминает что-то старенькое. Но интересное. Очень интересное. Классный аромат. Правда. Он как-то меняется быстро. Сначала есть какая-то резкость, алкогольность, я бы даже сказала. Но не спирт, нет. Это какие-то нотки интересные. А потом он становится гораздо нежнее. И мне больше, если честно, нравится, когда... Какой он сначала, нежели его потом раскрытие. Но вот есть какая-то изюминка в нем. Интересный. Давайте второй. Так, а какой у нас тут второй в каталоге? Потому что на пробниках название нет. Зелененький. Тут хотя бы по цветам можно понять, потому что цветное название. Ага, вам не видно все равно ничего. Так, следующий. Это у нас с вами Джемма Эльфна. Апельсин, жасмин, самбак, мадагарскарская, ваниль. Зелененький. Артикул пробника 340-24. Очень интересно. Чем-то похож. Опять какая-то у них общая нота. Тут почему-то мне спиртом больше повеяло. Жасмин где-то далеко. Совсем далеко. Мне этот меньше нравится. Нет. Он, да, травяной какой-то. Нотки пряные какие-то тоже есть, которые вот чуть-чуть схожи с первым ароматом. Но он больше травяной. Зеленый такой, правда. Нет, вот этот не зацепил. Не зацепил. Но, девчонки, надо брать пробники. Надо смотреть самим. Потому что мало ли. И как будет дальше раскрываться, тоже интересно. Так, ну что по помаде потом оставшаяся два? Никуда не уехала. Нет, так и сидит на месте. Давайте следующий оттенок. Бриллипла. Штанам. Своими сводчами. 409,60. О! Он такой прям яркий-яркий. Вам даже камера его слегка обледнит. Я же дал от него красноты, судя по фоткам в каталоге. А он какой-то кукольно-розовый. Ксюша отдал. Я ожидала, что будет коралловый подтон какой-то. Он какой-то розовый совсем. В каталоге он не такой. По плотности он такой же, как и предыдущий. То есть он плотненький. Он не плешеет. А я все равно сделаю так. Я куда-то заехала. Сейчас подправим. И сводч сделаю. Хотя нет, он все равно красиво смотрится. В уголках вот затекает изначально. Не, ну симпатичный такой. Яркий. Я люблю такие. Я все думала, какой же мне из красных оттенков взять. Но он в каталоге, он краснее. А в жизни получается он как-то вот порозовее. Сочно-ягодный, да. Он в каталоге вот прям красный. Нет вот этой сильной розовой нотки. Она больше в темном малиновом. Больше на него похож вот этот оттенок. Не знаю. Так, пусть пока этот на губах. Так красивенько. В принципе, мне нравится. Так сводчик на руке. А вот видите, нет, все-таки вот как-то пляши вид при нанесении. Вот этот с первого раза нанесся, это у меня уже стерся. А этот расходится. Вот такой глянец. Не думаю, что буду часто пользоваться. Потому что этот глянец я не люблю. Это если растереть. Кстати, если растереть, получается и не глянец, да. Очень интересный эффект. Так, следующий парфюм. Два у нас с вами. Есть только новинок об этом каталоге. Синенький. Так, как раз я его в руки и взяла. Эль Хазна. Кофе, молотый омра, пудровые мускусы. Вообще интересно. Так, артикул пробника. 340-25. Непонятно. Наверное, амбра, что ли, как-то отторгает. Какой-то возрастной, что ли, аромат девчонки. Не знаю. Но это мое мнение. На молодой девушке я его однозначно не представляю. Но вообще восточные ароматы, они специфические, скажем так. Но он интересный. И опять мне что-то напоминает фаберлик. Ноты какие-то. Сладкий, пряный. Больше не знаю, что про него сказать. И насыщенный. Мне кажется, из вот этих трех, которые мы с вами уже попробовали, он будет самым стойким. Потому что первый, я его уже практически не чувствую. Второй. Вот, сейчас ландыш пошел. То есть он в самом конце, получается, раскрывается. Да, это ландыш, вот кто любит. А этот прям какой-то сильно терпкий. Мне кажется, он будет самым стойким. Так, и четвертый, последний аромат. Это у нас с вами Агизур. Кардамон, марокканская мята, нано, удовое дерево. Опять удовое дерево. Вот этот черненький. Так, тестируем его. Артикул пробника 340. Сейчас непонятно пока спирт. Нет, мне не нравится. Горький какой-то. Сейчас может раскроется, поменяется. Горьковатый, с горчинкой. Что дает. И какой-то лайм я почему-то чувствую. Кардамон, а мята, мята нано какая-то основная. Типа лайм, что-то. Какая-то горчинка. Нет, нет и нет. Мне однозначно не нравится второй, четвертый. Мне нравится первый, третий. Но третий, опять же, скорее всего, нет. Потому что вот он какой-то прям возрастной. Ну, на женщинах за 50-60 я представляю такую работу. А первый, да. Первый можно взять. Но он не очень стойкий. И первоначальные ноты интереснее, чем последний. Ну, а так они все интересные. Я уверена, в принципе, своего любителя найдут. Потому что они действительно интересные. Они многогранные. Они раскрываются. Они раскрываются, раскрываются. Все интереснее и интереснее. То есть прям вот здорово. Понравилось. Прям вообще. Так, по поводу помады. Эта помада тоже никуда не уехала. А она единственная затекает внутрь губ. И там такой вот слой накопился уже, видите. Полосочка. Но этого просто мне не надо было сделать вот так. По поводу стойкости расскажу вам обязательно потом. Но так ради интереса. Естественно, она отпечатываться будет. Потому что такая текстура. Опять человек поцелую. Естественно, она будет отпечатываться. И когда вот этот глянец сходит, вот так бы я ее носила. Даже вот так убрать этот глянец, да. И вот уже красиво. Вот так мне нравится больше. Так я и буду ее носить. Да, вот когда этого глянца нет, она получается как тинт. Она оставляет оттенок на губах. Уже этого блеска нет. Они практически матовые. Вот так мне нравится гораздо больше. Здорово. В общем, поношу в таком виде и потом другой еще оттеночкой. Я обязательно вам расскажу. Вот сводич при естественном освещении. Вот эти два рядом посередине, это как бы насыщенно лежат. А тут подразмазано. И на размазанных, видите, уже такого противного, для меня противного глянца нет. Вот этот пудровая роза больше. Это такой ягодный, красивый тоже оттеночек освежающий. Классный. При естественном освещении на губах подстертый, ягодный. Красиво можно с чем-нибудь миксовать. Но вот уже все. Глянца нет и мне, правда, нравится. Почти не отпечатывается уже. Может быть, действительно в составе есть какой-то пигмент и будет красиво. Посмотрим, поносим. На этом все, мои хорошие. Вот такой заказ у меня был во втором каталоге. Будет обязательно еще один. Если видео было вам интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка для регистрации всегда под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok